Амфетамин омолаживает мозг При проведенном исследовании более пожилые пациенты при получении амфетамина давали по тестам работу мозга, как и более молодые пациенты. То есть не мозг омолодился, а результаты работы мозга у пожилых стали как у более молодых. Может ли нам это дать основание говорить о том, что амфетамин омолаживает мозг? Ни в коей мере. Мы говорили про стимулятор, смотрим ссылку на экране, мы говорим о амфетамин в частности. Амфетамин что, собственно говоря, делает? Он берет и выдергивает из нервной системы абсолютно все ресурсы, какие у нее есть. Мы знаем, что человек использует свой мозг, свою нервную систему всего лишь на несколько процентов. Почему? Потому что это так по-дурацки устроено природой? Или потому что это человек такой бестолковый? Нет. Потому что для того, чтобы система была сохранна, для того, чтобы система могла надежно функционировать, нужен значительный запас прочности, значительный резерв. И поэтому мы используем свои возможности только на определенный процент. Как только этот процент начинает сильно разрастаться, устойчивость системы, ее жизнеспособность начинает резко снижаться. Вот в случае с амфетамином, как раз таки, мы выдергиваем те самые ресурсы, которые должны находиться в запасе на случай каких-либо ситуаций. Совсем не обязательно катастрофических. Если это делается однократно, в качестве эксперимента, допустим, да, мы можем получить результаты более высокого качества. Большую способность, большую скорость реакции, больше период бодрствования, больше концентрации внимания. Но, как только это перейдет определенную границу, как только ресурс системы будет вычерпан, мы сразу видим значительный, причем такой по типу обвала, резкого обвала, сокращение возможностей по всем направлениям. И снижение концентрации внимания, снижение устойчивости внимания, снижение работоспособности, снижение температуры и так далее, и так далее, и так далее. То есть, здесь можно говорить о том, что однократная стимуляция, естественно, повышает результаты, но за счет чего? За счет того, что устойчивость, сохранность и надежность системы становятся под серьезную угрозу, а при регулярном потреблении практически гарантированно разрушается. Поэтому такая вот формулировка, витаминность омолаживает мозг, она, естественно, абсолютно некорректна и является, в любом случае, неадекватного, неграмотного, неправильного перевода. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте www.mednauka.net и на нашем канале на портале www.youtube.com. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.